До конца года в Чувашии должны сдать 12 дошкольных учреждений. Уложатся ли строители в срок, кто будет работать в новых детсадах и, главное, какую зарплату будут получать? Об этом говорили на еженедельном совещании у главы Чувашия. Все обязательства, которые берет на себя правительство республики, должны неукоснительно выполняться, еще раз напомнил Михаил Игнатьев, предваряя разговор. На этот раз речь шла о строительстве детских садов и о выполнении майского указа президента страны, касающегося уровня заработной платы по отрасли образования. Из запланированных на этот год 15 дошкольных учреждений введены в эксплуатацию три. На остальных ведутся работы, есть ряд проблемных объектов, но до конца года все детские сады будут сданы. Вопрос об уровне заработной платы педагогических работников сложнее. Как сообщил министр образования, в Чувашии с 2012 года шел постепенный планомерный рост оплаты труда воспитателей и учителей. В 2013 году средняя заработная плата за четвертый квартал достигла, соответственно, 20 тысяч и 23,5 тысяч рублей. План на первый квартал 2014 года был составлен с учетом необходимости недопущения резкого падения заработной платы педагогов в начале года, а также с учетом прогноза средней заработной платы по республике в целом на 2014 год, который по состоянию на начало года равнялся 22 тысячам рублей. Таким образом, средняя заработная плата педагогов детских садов за первый квартал 2014 года заставила 19,5 тысяч рублей, а педагогов школ 21,5 тысячи рублей. Впоследствии целевые значения заработной платы корректировались с учетом меняющегося уровня средней заработной платы по Чувашии. С октября он установлен в размере 21 250 рублей. Конечно, это уравнение с тремя переменными. Зарплата воспитателей зависит от зарплаты общего образования. Зарплата общего образования зависит от зарплаты педагогического состава, а зарплата педагогического состава зависит от средней по экономике. Тут три уравнения. Вернее, уравнения с тремя неизвестны. Параметры каждый раз приходится вот это соотносить. Это не оправдание, это просто попытка сказать, что резкий рост сегодня замедляется, идет увеличение зарплаты, но она идет не такими большими темпами, как 19-13 годы. И педагогическим работникам, мы сегодня дошкольными педагогическими работниками, руководителями образовательных, дошкольных образовательных организаций проводим соответствующую разъяснительную работу. Объясняем, что в целом мы выполняем, но то, что произошло в начале 2014 года, и мы среагировали его очень поздно, это ответственность Министерства образования, я на себя беру с марта месяца, нам приходят сегодня в ручном режиме жестко регулировать уровень зарплаты в разрезе и муниципалитетов, и в разрезе образовательных организаций. Такая же ситуация и с учителями. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Олег Марков проинформировал о ситуации в АллатРе, где 20 ноября в связи с резким понижением уровня воды в Сурье был временно остановлено водоснабжение. Причиной понижения уровня воды явилось уменьшение сброса из Пензенского водохранилища. Изучив ситуацию на место, было принято техническое решение по проведению многоглубительных работ и была привлечена специализированная техника. Организована работа была в круглосуточном аварийном режиме по прорубке желоба бетонной полки ковша. Это вход водозаборный на станцию, который был необходим для пропуска воды при понижении в реке Сура. На сегодняшний день уровень воды в ковше выше критического и составляет почти 60 сантиметров. Водоснабжение города АллатРь осуществляется в штатном режиме. Ограничения подачи водоснабжения нет. Также руководитель Минстроя сообщил о том, что на сегодняшний день без теплоснабжения остался один дом в Цивильске из-за перевода на индивидуальное отопление. Подключить его к теплу обещают уже завтра, 25 ноября. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.